Российская экономика. Вы уже упомянули масло в особых коробочках подарочных. Я читаю новость о том, что Патрушев, не папа, а сын Дмитрия, вице-премьер, поручил чиновникам за две недели остановить рост на продукты. Помните, был такой старый советский анекдот? Прапорщик, остановите поезд. Поезд сто и раз-два. Вот как делают этот поезд сто и раз-два? Мне интересно. Ну это вообще, конечно, Патрушев он такой, он такой не шибко умный. Нельзя сказать, что туповатый, но он точно не шибко умный. Еще, я думаю, он пришиблен папой. Я думаю, в семейных отношениях папа такой автократ, что он, знаете, как у Жириновского, помните, сын Лебедев такой был? Он тоже был какой-то, ну при слишком активном папе он вырос каким-то пришибленным. Мне кажется, Патрушев младший, он какой-то такой же. И иногда он хоть стой, хоть падает, как говорится. А вообще ситуация у него аховая. Но вице-премьер целый все-таки, понимаете? Да, да, да. Не, он рулил сельским хозяйством. Значит, ну если посчитать, вот до того, как стать министром, он министром там лет 6-7 уже отработал. А до этого он был главой Росрехозбанка, то есть главного аграрного банка страны, государственного банка. Вот, и тоже был одним из ключевых топов, которые определяли, так сказать, направление развития и перспективы сельского хозяйства страны. И вот сейчас там масла катастрофически не хватает. Я сегодня вот перепост сделаю, я в телеграм-канале новости там. Да, Россия сейчас бегает по всем странам, ну, во-первых, обнуляет импортную пошлину и бегает по всем странам, пытается найти излишки масла с тем, чтобы к себе привезти. То есть великая Россия, так сказать, со своим суперразоватым сельским хозяйством, Путин же очень гордится тем, что сельское хозяйство у него там при нем расцвело. Вот, значит, они не могут людей маслом накормить. Про то, как это в прошлом году было с куриными яйцами и с курятиной, это хорошо известно, это притча в языцах. Значит, на прошлой неделе Минсельхоз обнародовал данные о том, что им катастрофически, оказывается, не хватает комбайнов и прочей сельхозтехники. То есть дефицит идет там на десятки тысяч единиц. Речь об огромных цифрах. Вот, а в чем проблема? В санкции? Они же не наладили собственное производство, они же все на импортных комбайнах работали, понимаете? Вот, они ломаются, а чинить их нечем, так сказать, там левша, который блоху подковал, но так он после этого никаких подвигов не совершал. Вот, а подкованные блохи, как известно, так сказать, толков немного. Ну вот, в общем, сельское хозяйство там не в таких, в общем, там перспективы совсем не разрушены. Да, повторюсь, как по любой, любая отрасль экономики, вот, свежие данные там по черной металлургии, только за сентябрь, вот сентябрь к сентябрю предыдущего года, там, проседание по разным пунктам, там, ну, отдельно по чуглу, ну, там, по разным видам проката, разным видам стали, да, вот, но проседание там, вот, условно говоря, 12 до 18 пунктов, значит, за месяц. Было и до этого тоже снижение было на протяжении всего года, а сейчас вот вообще резко ускорилось. Черная металлургия, прямо они сами говорят, что, ну, она тоже на грани банкротства, импортные эти, ой, зарубежные рынки закрыты из-за санкций, вот, а внутреннее потребление падает, и, значит, Газпром, ну, там, еще чуть-чуть, и реальным банкротом окажется, тоже известно. Ну, то есть, вообще, куда ни кинулись, везде клин. Ну, собственно говоря, вот, это и обуславливает неспособность выстроить стратегию, потому что стратегию ты можешь выстроить, когда, ну, нынешние тренды, вот, даже без радикального изменения ситуации, ну, более-менее удовлетворительные, да, ну, то есть, не вниз ведут, а хотя бы чуть-чуть вверх. Тогда можно думать, как ускориться чуть-чуть, да, как... А когда ты, твой нынешний курс ведет вот вниз, ну, то есть, либо ты рисуешь стратегию, которая вообще туда, в пропасть, да, и сам признаешься, ну, либо ты делаешь вид, что этого тренда вниз нет, и живешь одним днем в надежде, что, ну, сейчас там украинцы или Запад сломаются, там, да, или там северные корейцы чудеса совершат и там, и победят за нас, значит. И этот вниз не сходящий тренд, он вдруг резко раз сам по себе пойдет наверх. И тогда мы типа стратегию придумаем. Вот как-то так, понимаете. И вот они в таком режиме отживут, а поезд идет в ходу в ходе. Ну, вот смотрите, не секрет же, что в основном Россия выползает вот из этой экономической ямы за счет энергоресурсов, причем именно нефти, да, потому что с газом там гораздо сложнее ситуация. И пишут эксперты о том, что в фонде национального благосостояния не так уж и много, да. Российский бюджет с начала вторжения дефицитен. И если они говорят, что если бы баррель нефти упал до 55, да, то фонд не спасает российскую экономику и исчерпается буквально за несколько месяцев. И вот тут вопрос, да, смогли же когда-то это сделать? Сейчас, как вы считаете, насколько там, насколько есть шансы, что можно договориться с Саудовской Аравией? Я бы еще, знаете, дерзнул на Венесуэлу. Но я понимаю, что не под санкциями, но вот, знаете, можно потерпеть меньшее зло ради большего зла, хотя я понимаю, что это порочная позиция, вот, ради того, чтобы уничтожить большее зло. Но вот от Саудовской Аравии очень многое зависит. Пойдет ли она на это? Вы же все-таки специалисты по Ближнему Востоку тоже. Ну, вообще, Саудовская Аравия где-то с месяца назад заявила, что она... И это случилось, знаете, когда сразу после того, как прошла информация, что Россия снабжает фуситов разведанными своими и оружием через Иран они это делают. Вот. И сразу после этого Саудовская Аравия заявила, что они планируют начать гемпинговать на вот этом нефтяном рынке. Дескать, ну, правда, формально они это мотивировали не тем, что вот Россия так себя ведет, да, а, типа, другие страны постоянно превышают вот эти взятые на себя обязательства по не продавать больше определенного объема. Ну, то есть контрабандой, типа, контрабандой такой занимается, знаете, а мы, типа, что, рыжие, что ли, нам что, больше всех надо, да, из-за этой стерии. Ну, так и мы тогда, а у них же себестоимость очень маленькая добыча, да, и, в принципе, они-то могут реально, значит, гемпинговать в отличие от России. И, в общем, ну, какое продолжение там, я, честно говоря, его не видел, ну, не то, чтобы я специально это мониторил, да, поэтому, может быть, я упустил, но вот как-то громкого продолжения пока не было. Возможно... У штатов есть возможность поиграть на этом, ну, можно же. Ну, теоретически можно, вот, в принципе, ну, как бы, штаты пытаются ограничить возможность России торговать нефтью, они, в конце концов, ну, реально вторичные санкции там пытаются навязать, и они работают. То есть в какие-то, в какие-то моменты возникают очень серьезные проблемы у России с продажей нефти, там, то индусы в какой-то момент объявляют, что прекращают ее покупать, а при том, что индусы долгое время были главными покупателями, вот, потом, вроде как, значит, опять там, как, что-то, как-то Россия с ними договорилась, какой-то обходной путь, где он придумал, наверное, сейчас опять покупают, во всяком случае, вот, так вот, не было продолжения, вот, того... Ну, они в любом случае покупают с большим дисконтом, то есть в российский бюджет из-за этих санкций не досчитывается огромных денег, это надо понимать. Ну, да, и объемы все равно не те, объемы все равно не те. Израиль и Иран, черт ногу сломят. Сначала, вроде бы, как было понятно, что затух этот конфликт. Нет. Теперь они опять объявляют, что они вот скоро будут, что они готовят удар. На этой неделе Иран заявил, что может изменить ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы. Я уже где-то это слышала, про экзистенциальную угрозу. Об этом перед войной говорила Россия, как вы помните. Вот. И, конечно же, ну, тревожно достаточно. А что там происходит? Что такое изменить ядерную доктрину? Значит, объявить, что у нас уже есть бомба и до свидания. Нет. Объявить, что мы хотим создать ядерную бомбу. Они же до сих пор стоят на позиции, ну, официально, что мы развиваем исключительно мирный атом. Да, у них даже Аркбар, вот этот духовный лидер Атамении, он издал какую-то там фетву, энциклику какую-то свою по поводу того, что, дескать, ядерное оружие такая небогоугодная, так сказать, какая-то штука. Да, поэтому нам этого, типа, не надо. Но, значит, вот. И вот сейчас они говорят, что мы, типа, изменим. Эта штука станет богоугодной, так сказать. Вот. Речь идет об этом. А так, в целом, обострение связано, я думаю, ну, может быть, Россия там подогревает, да. Может быть, есть внутренняя динамика. Я думаю, знаете, это вот все эти ксировцы сейчас, все эти там патриоты, так сказать, они в глубине души, они декларируют, что мы сейчас как бы вдарим по Израиле, да. Они, на самом деле, очень сильно надеются, мне кажется. И даже Хамени, по-моему, в этой игре начал участвовать. Они очень надеются все, что каким-то образом, там, пизышки, модернисты и прочие неокончательно утратившие рассудок люди сцепятся, так сказать, их в руки и удержат от этого, да. Они очень хотят оказаться в позе, так сказать, держите меня семеро, да, когда ты такой раздухарившийся, лезешь в драку, но там у тебя все повисли на руках и удерживают тебя от этой драки. То есть человек, который вот так такое делает, он в глубине души, на самом деле, очень надеется, ребята, держите меня крепче, так сказать. Вот. И мне кажется, что они хотят, чтобы этого не случилось. Я просто не могу себе представить, чтобы они реально хотели, ну, еще одного обмена ударами, потому что, ну, реально у них проблемы, там, очень серьезно. Вот. Израиль тоже, конечно, ну, Израиль тоже есть проблемы, это тоже не совсем сладко, но все-таки, учитывая качество системы ПВО израильской и иранской, убогой совершенно, ну, совершенно неспоставимые вещи. К тому же, ну, здесь американцы помогают очень сильно, слава богу. Вот. Другие союзники, англичане, французы, даже Иордания какая-нибудь там, да, ну, то есть соседние страны, мусульманские даже, они, в принципе, участвуют в отражении иранской атаки. И поэтому, и в этой ситуации, не могу себе представить, чтобы они реально нарывались на еще один обмен ударами. И поэтому, я думаю, это вот попытка, вот, зато вот сейчас они там раздухарятся, их и все остальные удержат, да, и они потом долгое время будут ходить, так сказать, недовольно ворчая, изображая себя, так сказать, крутых мачо, да, и никто не сможет их уличить в слабости. Потому что, если они сейчас не ответят, понимаете, дальнейшее их скатывание вниз во внутренней дискуссии с модернистами, это совершенно очевидно, ну, так и будет, да, потому что их главный козырь, так сказать, силы, да. И вот они сидят, условно говоря, с пизышкианом на очередном заседании, там, обсуждают, там, внутреннюю политику, экономику, бизнес, там, что угодно, значит, внешнюю политику в том числе. И они что-то говорят, а пизышкиан им говорят, да ладно, затмитесь вы, там, так сказать, вы вот даже побоялись, так сказать, Израилю ответишь. И что скажешь, понимаете? А вот. А тут важно, чтобы они ему сказали, не, подожди, как, мы собирались ответить, ты же нас отговорил. И все, и уже у пизышкиана нет аргументов, понимаете? На самом деле это принципиально, собственно, вопрос о власти, он всегда решается внутри страны, понимаете? Кто главный? А у них там очень остро стоит вопрос о том, кто главный. Это в условиях, когда этому нынешнему Рахбару 85 лет, извините уже, в обед 100 лет, как говорится, речь идет о преемнике. Оказаться главнее, оказаться влиятельнее во внутриполитическом дискурсе, это вообще вопрос выживания, в буквальном смысле слова. Знаете, некоторые израильские эксперты говорят вот что, говорят, что в любом случае Иран это не Хамас, это не Хизбалла. При всех, так сказать, своих проблемах колоссальных, это государство больше 80 миллионов населения, и оно как бы способно довольно долго воевать. И, собственно говоря, и на самом деле война с Ираном идет давно, да, то в виде прокси, то в виде там еще чего-то такого, вот, и что это, дескать, дело долгое все-таки, быстро это не закончится. Что вы думаете по этому поводу? Если говорить о военной составляющей, то, наверное, да, ну, то есть это большая территория, огромная территория, во много-много раз больше Израиля, очень гористая местность, то есть там есть где шахты прятать и так далее, вот, ракетные шахты, я имею в виду. Поэтому сразу, при том, что в области ВВС у Израиля тотальное доминирование, конечно, сразу победить Иран не получится, и война будет долгой, и запасы ракет у них огромные, вот, и действительно у них есть и Хизбалла, и Хамас, хотя, конечно, как союзники, хотя, конечно, они сильно, они уже такие, ну, в полуразложившихся состоянии находятся. Вот сегодня утром свежая новость, очередной, один из последних оставшихся в живых член политбюро Хамас убит с Израилем ночью. Ну, то есть Израиль завершает дело обезглавливания Хамасу, уничтожение тех, кто готовил к нападению 7 октября. Вот, поэтому эти структуры расслаблены, но пока еще они, конечно, еще есть. То есть у Ирана, конечно, ну, вот в военном смысле слова, возможности создать Израилю проблемы есть, и война, наверное, будет долгой, хотя, конечно, надо иметь в виду и американский фактор. Например, американцы Саддама Хусейна, напомню, разгромили, ну, в достаточно короткое время, вот, и, а Саддам Хусейн, ну, он на равных с Ираном воевал, у них только до этого, напомню, там, восьмилетнюю была длинная, там, Ирано-Иракская война, которая закончилась ничьей. Так вот, надо просто учитывать политическую составляющую, крайнюю непопулярность режима Айатолл и практически такие вот настоящие, по настоящему серьезные предреволюционные такие настроения. И вот это ключевой фактор. То есть, может быть, а война, понимаете, это очень такая пограничная история, она кого-то заставляет еще острее выступить против власти, которая нас втянула, так сказать, втянула войну, да, а кого-то, наоборот, кто еще вчера был готов против этой власти, ну, в ситуации, о, внешний враг, кстати, да, там, сплотимся вокруг флага, так и так далее. Поэтому очень трудно предсказать, я думаю, ну, мало кто в состоянии, даже иранцы сами предсказать, куда большинство пойдет. Во многом зависит от входа самой войны. Война всегда обслуживает политиков, понимаете. Война теоретически может привести как к усилению протеста и революции, как это было с Россией в случае с Первой мировой войной, а может, наоборот, привести к эффекту сплочения вокруг флага и укреплению режима. Скорее всего, будет двоякий эффект, как и в случае с Россией, опять же, той эпохи. Поначалу, в 2014 году всплеск патриотизма, а потом через три года, значит, революция. Ну, в нашем случае речь не идет о трех годах, я просто динамику показываю, да, сначала туда, потом сюда. Ну, в нынешней России же мы тоже этот же самый процесс наблюдаем. То есть первоначальный всплеск энтузиазма и поддержки власти со стороны, особенно вот прежде, аполитичных групп населения. У нас есть где-то там четверть процента населения, четверть отопших слаг граждан, которые политикой не интересуются, а тут вдруг все бросились в политику, все патриоты, такси, ура, ура. Вот. А теперь мы наблюдаем обратный процесс. Эти аполитичные демобилизовались уже практически полностью, уже ушли из политики, им это все надоело, они разочаровались. Победы же не видно, они за победой идут. Вот. А остальные постепенно дрейфуют в направлении протеста. Да. И в Иране, наверное, тоже такая же динамика будет. Ну, в общем, в любом случае, когда мы прогнозируем войну Израиля с Ираном, вот эту внутриполитическую составляющую тоже надо учитывать, надо иметь в виду, надо иметь в виду, что в какой-то момент именно она окажется решающей. То есть война... Россия вышла из Первой мировой войны не потому, что она проиграла в военном смысле слова Германии. Нет, она не проиграла. Значит, были тактические неудачи, но о стратегическом поражении речи не шла. Она вышла оттуда из этой войны, она ее проиграла, отдав огромную территорию Германии, да, и прочее. По внутриполитическим причинам, понимаете, случилась революция. К власти пришли противники войны. И вот случай с Ираном это тоже абсолютно возможно. И это тоже надо иметь в виду. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова